О том, как региональная медицина выдерживает очередное испытание коронавирусом, говорили и в программе «События и мнения» на радио «Эхо Пензы». В гостях у Семёна Вахштайна побывал временно исполняющий обязанности заместителя председателя областного правительства Вячеслав Космачёв. Он рассказал, что сейчас в красных зонах региона трудится 3,5 тысячи медиков, а общее число пациентов, находящихся в больницах с ковидом, превышает количество госпитализированных во время пика заболеваемости в прошлом году. В настоящий момент коечный фонд, который был открыт в 2020 году, уже преодолён. Верхний барьер этого. В настоящий момент в Пенинской области развернуто 2700 коек. 2600 коек. Максимальное количество в 2020 году, когда мы разворачивали, 2400 коек. При этом на сегодняшнее утро у нас оперативная ситуация всегда отслеживается два раза в сутки, утром и вечером. На сегодняшнее утро заполняем из коечного фонда 2432 койки. То есть 300 коек свободно. Это койки резерва. Долго ли они будут пустовать, сказать сложно. Дельташтам, который сейчас гуляет по Пензенской области, коварнее предыдущего. Он более заразный и быстрее развивается. Серьёзное поражение лёгких при нём может наступить уже на третьи сутки после появления первых симптомов болезни. Тем более странно отметил Вячеслав Космачёв, что темпы вакцинации в последние дни несколько снизились. На сегодня полностью завершили процедуру 235 тысяч жителей региона. Первым компонентом пока привиты 295 тысяч человек. Это 46% от общей численности населения. Напомню, чтобы предотвратить развитие пандемии, иммунизировать необходимо не менее 60%. Продолжение следует...